Тему судьбы в романе Леронтова, героя нашего времени, является, наверное, не только центральной, но и наиболее часто упоминаемой. Главный герой довольно точно предсказывает свою судьбу. Максим Максимович, и в первой повести Белла, рассказывает, пересказывает слова Печорина о том, что он когда-нибудь отправится путешествовать, только не на запад, а на восток, и, наверное, найдет свою смерть где-нибудь по дороге. А чуть позже мы узнаем, что Печорин умирает, возвращаясь из Персии. Печорин, встретившись с Грушницким, сразу же говорит о том, что когда-нибудь, у него предчувствие, что когда-нибудь они сойдутся на узкой тропинке, и одному из них не сдобровать, это также оправдывается в конце этой повести. Говорит Печорина о судьбе еще неоднократно, в частности, объясняя, что не хочет жениться, потому что когда-то цыганка нагадала его матери смерть от злой жены. А значит ли, что это предсказание судьбы Печорина не сбылось, собственно говоря, мы не знаем. У нас нет ни уверенности в том, что Печорин не мог жениться, возвращаясь из Персии. А во-вторых, что не мешает прочесть смерть от злой жены, как смерть от злой женщины. Но даже если это предсказание не сбывается, то, что Печоринская жизнь, описанная в романе, соотнесена с его представлением о своей судьбе, мы достаточно хорошо понимаем. В тему судьбы тем более подчеркнута последней повестью, которая называется «Фаталист», где между Печорин и остальными офицерами заходит разговор о том, что восточное представление о судьбе и между нами, христианами, находит немало последователей. Мы не будем сейчас останавливаться на вопросе в большей или меньшей степени мусульманству или христианству. Свойственно само понятие фатализма. Мы говорим здесь не о мусульманстве и христианстве, мы говорим о том, что написано в романе Лермонтова. У Лермонтова именно мусульманству приписана вера в судьбу, и, соответственно, христианство должно допускать свободу выбора. В этой связи особенно трогательна фигура казачьего офицера, который, пытаясь уговорить сдаться убийцу в улице, говорит ему, ну уж ты же не чечен какой окаянный, а честный христианин, покорись, уж если грех тебя попутал, от своей судьбы не уйдешь. Да, вот у уста казачьего офицера, ссылающегося на конфессиональную принадлежность слушателя, он ему же приписывает то, что в рамках этой повести называется чертой мусульманской. Сам Петерин, очевидно, испытывая свою судьбу в фаталисте, тоже как будто бы демонстрирует свою веру в судьбу. Собственно, наверное, так же, как Лермонтов пишет об этом в своем стихотворении «Валерик». «Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили». Собственно, больше всего это взаимопроникновение мусульманских и христианских представлений, представлений о судьбе, проявляется в заключающих роман, словах Максима Максимовича, который говорит и о как будто бы свободе выбора, черт его дернул ночью с пьяным разговаривать, и о том, что так ему на роду было написано, и одновременно предлагает вообще уйти от вопросов судьбы, как пишет Петерин, Максим Максимович не любил метафизических разговоров и пытается объяснить, что кавказские ружья никуда не годятся, вот зато сабли их куда более привлекательны. Мое почтение говорит о саблях Максим Максимовича. На этом месте стоит остановиться внимательнее. Собственно, одна из самых ярких, неожиданных сторон организации романа «Герой нашего времени» заключается в том, что он имеет нестандартный конец. Роман стандартно кончается или смертью главного героя, или свадьбой, или эпилогом, рассказывающим о дальнейшей жизни. Действовавших в романе персонажей, так или иначе со свадьбы или смертью связанных. Лермонтов поступает прямо противоположным образом. О смерти главного героя читатель узнает в предисловии к журналу Петерина, то есть между второй и третьей повестями. Таким образом, читатель уже заранее знает, что Ундина в Тамане Петерина не утопит, что Грушницкий на дуэли Петерина не застрелит, и даже Казак точно никакого вреда Петерину не причинит. Именно здесь стоит, наверное, обратить внимание, что таким образом Лермонтов строит всё своё произведение как, собственно, реплику в рамках заявленных важных тем. Тем соотношения предначертности судьбы и свободы выбора, тем связи восточного и западного мировоззрения и представления героя на фоне столкновения разных культур и разных систем ценностей. Весь роман строится так, что и автор, и читатель о судьбе главного героя знают заранее. Его путь оказывается в рамках дневника Петерина предначертанным, что, в свою очередь, позволяет вспомнить о том, что Петерин отличается от других героев тем, что он, так же, как и автор, писатель. Он не просто читает книги, как это делает герой Пушкина, он думает о том, что в дальнейшем ожидает автора. Открывая перед дуэлью роман Вольтер Скотта, Петерин задумывается о том посмертном воздаянии, которое дается на том свете автору романа, который считают на земле. Петерин задумывается о тем самым и о своей судьбе. Лермонтов, описывая всю эту ситуацию, делает Петерина автором своей судьбы, которая строится по начертанному плану. Однако, Лермонтов совершает еще один усложняющий ход. На протяжении действия романа то и дело описываются ситуации подслушанных разговоров, которые самым непосредственным образом влияют на сюжет. Максим Максимович подслушивает разговор Казбичи Азамата. Отсюда возникает похищение Беллы. Петерин подслушивает разговоры в Тамане, в Книжней Мэре. Петерин подслушивает разговоры, из которого узнает, что ему грозит дуэль. Петерин подслушивает рассказ Грушницкого о том, как он накануне ночью чуть было не схватил Петерина, вылезающего из окна. Вернер подслушивает разговор секундантов Грушницкого, благодаря которому Петерин получает возможность построить дуэль, так как ему этого хочется. Что получается, что Петерин, с одной стороны, играет с собственной судьбой и судьбами своих собеседников, своих друзей, людей, которые его окружают. Но играет как будто бы, то есть не как будто бы, а именно за счет этих послушных разговоров, как будто отчасти в открытую. Он знает, ему открыто, что будет с ними дальше. Собственно, так же, как автору открыта судьба Петерина. И автор, открывая, зная судьбу Петерина заранее, ну, как любой автор, считает возможным открыть ее. И читателю, собственно, тем самым заостривший вопрос о предсказанности или непредсказанности судьбы и о том, как этот вопрос соединяется с магистральной темой романа соединением традиций Востока и Запада, христианства и мусульманства, места России между Европой и Азией в пространстве этого романа. Спасибо. 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 Спасибо.